Качество лучше, затрат меньше. Новости, фото, видео читай, комментируй, смотри и качай сколько хочешь. Тем, кому всегда нужно больше, интернет-провайдер Вектор дает новые тарифы и Wi-Fi роутер бесплатно. Интернет-провайдер Вектор. Интернет для всех и для каждого. Телефон 754000. В эфире Вектор ТВ. Вас приветствует программа Рубикон. В ближайшие минуты наша команда представит обзор последних чрезвычайных происшествий региона. В студии Александра Качан. Здравствуйте. И начнем с аварии, которая унесла жизнь 27-летнего водителя. ДТП произошло поздним вечером 17 ноября в Полоцком районе. Ауди двигалась по трассе Лепель-Полоцк к границе Российской Федерации. В 21 час 30 минут в районе деревни Емельянники автомобиль занесло. Водитель не справился с управлением, вынесло в кювет, где легковушка налетела на дерево. За рулем авто находился житель города Новополоска. Права на управление транспортным средством он не имел. От полученных травм мужчина скончался на месте аварии. Женщина, которая находилась в качестве пассажира, получила телесные повреждения и была госпитализирована. В начале биоанализа предварительного водителя был в состоянии алкогольного опьянения, гражданка, который находился в качестве пассажира, также находился в состоянии алкогольного опьянения. Пожар с гибелью в Новополоцке. Трагедия произошла 12 ноября. Специалисты продолжают выяснять причины и обстоятельства. Напомню, пламя бушевало в одном из дачных домов садоводческого товарищества «Кветка». После тушения на месте пожарища спасатели обнаружили тело 61-летнего мужчины. Для установления причин гибели было назначено проведение ряда экспертиз, в том числе на установление наличия в крови у жертвы алкоголя. В крови погибшего был обнаружен тело в эспире в концентрации 3,6 промилле. Данная концентрация у живых лиц соответствует тяжелому отравлению. После судебно-гистологических исследований будет окончена судебная медицинская экспертиза, которая поможет установить точную причину смерти данного гражданина. Двое мужчин утонули в Полоцком районе. Их тела обнаружили спустя время после того, как родственники сообщили в милицию. К поискам подключились водолазы-освода. Трагедия произошла в одной из деревень Полоцкого района. 17 ноября было установлено, что двое граждан, жители города Полоцка, в деревне Шлюбовщина Полоцкого района, они там производили строительные работы, выехали на одно из озер, на лодке, были в состоянии алкогольного опьянения и перевернулись. Получается, тот гражданин, который был заявлен первым, без вести пропавшего, был обнаружен сразу, а второй днем позже. Более трех килограммов марихуаны изъяли милиционеры у жителя Витебска. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело. Оперативники проводили несколько обысков. Первоначально осмотру подверглась автомашина неработающего жителя областного центра. В салоне находилась высушенная марихуана. Позже оперативники побывали в съемной квартире и в дачном доме 36-летнего мужчины. Всего в ходе обысков правоохранители обнаружили и изъяли более трех килограммов высушенной марихуаны. Топливо мимо бака. Сотруднику транспортного предприятия удавалось, мягко говоря, не по делу использовать казенное дизельное топливо. Уже сегодня по вскрытым фактам возбуждено 9 уголовных дел. За несколько месяцев суммарный ущерб предприятию от противоправных действий работника составил более четырех тысяч рублей. Всего сотрудниками транспортного предприятия было похищено дизельного топлива общим количеством свыше трех тонн. В настоящий момент ущерб, причиненный транспортному предприятию, возмещен. Об Эпенополосковой ГУВД проводится дальнейшее мероприятие на установление дополнительных фактов совершения преступлений. Деньги отдал, а покупку не получил. Седьмой айфон так и не попал в руки покупателя. Айфон студент приметил в социальной сети, наткнувшись на объявление о продаже. Аванс, как договорились стороны, покупатель перечислил, а это 200 белорусских рублей. Но телефона по сей день нет, как и самого продавца. В ходе переписки в социальной сети ВКонтакте с потерпевшим под предлогом получения предоплаты за продажу мобильного телефона айфон, не намереваясь выполнить взятые на себя обязательства по отправке товара, похитила денежные средства в сумме 200 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Злоумышленнику грозит наказание вплоть до трех лет лишения свободы. Сейчас информация о гражданах, которых разыскивает милиция. Жанна Баханько, 1984 года рождения. Женщина с 7 октября этого года отсутствует по месту жительства. Последний раз на связь с родственниками выходила 12 октября. На вид ей около 35 лет, рост около 150 сантиметров худощавого телосложения. Еще один пропавший Александр Молчан, 1980 года рождения. 13 сентября этого года мужчина уехал на заработки в Москву и по сей день о нем ничего не известно. Любая информация может стать полезной. Звоните. Номера на экране. На этом у нас все. Ищите программы Вектор ТВ на ютуб-канале нашей телерадиокомпании. Следите за новостями в нашей группе ВКонтакте и профиле в Инстаграм. Сами же будьте бдительны, не переходите Рубикон. И до новых встреч в эфире Вектор ТВ. Качество лучше, затрат меньше. Новости, фото, видео читай, комментируй, смотри и качай сколько хочешь. Тем, кому всегда нужно больше, Интернет-провайдер Вектор дает новые тарифы и Wi-Fi роутер бесплатно. Интернет-провайдер Вектор. Интернет для всех и для каждого. Телефон 75-40-00. Продолжение следует...